это он это он друзья из-за масса я к вам обращаюсь братишки вот вы видите у вас от толстовка она красная у вас ноутбуки все красные были сейчас вы решили выпускать белые поэтому жду белую толстов чего я белую толстовку хочу попросить но черно-красную а сейчас я хочу чтобы не белый черно посмотрим кстати так вот это новый ноутбук серии престиж по моему престиж короче не суть мы вот буквально только что его получили распаковали все это добро я решили все-таки снять эмоции на камеру знаете вкусить без лишнего без говна давайте честно ничего не чувствует этот мат лежит не буду говорить мы все проверим посмотрим он вроде даже не скрипит когда я вот его правильно дергаюсь чувак о май гад о май гад посмотрите тест на mac так ты понял чё вот единственное чё убедительно что это за тачпад тут я пожалуй промолчу ну какой нормальный человек на windows ноутбуке будет пользоваться пользоваться тачпадом я не знаю тут стать есть видеокат они мы сейчас расскажем в обзоре но сейчас когда мы снимем его он только пришел честно поюзать его поближе в общем насладиться им узнать что сразу бросается глаза он на и 7 написано и какая-то графика я пока еще не знаю какая мы сейчас все запустим проверим и за эти самые не больше удивляет что не тут этого люфта слушайте видите это как будто монолит и он легче мака эйра кстати он действительно легче вот я хочу этот ноутбук если он был бы на макосе честно вот прям хочу погнали к обзору не ну вы понимаете что произошло msi выпустили свой макбук я на самом деле когда впервые его увидел я я в курсе был то что помимо черно-красных цветов у них есть даже еще и зеленые черно-зеленые и все остальное но вот такое я и мой мозг мы не готовы были увидеть это если можно можно для сравнения макбук это макбук может помочь макбук про 15 какого тысячи семнадцатого года это мой старенький air на 13-ка какого-то года не суть так вот это iphone 10 на хрена труда эта камера rx 10 sony это пульт от mitsubishi кондиционера на хрена ты мне остальное это дал идиот так вот почему я взял макбук самый главный момент ой тут вот две десятки ты понимаешь сколько стоит этот стол я сейчас не выпендриваюсь на две десятки сонька путь мы посчитаем за копейки кондиционер да и три ноутбука который стоит хренову тучу бабла так вот к чему я веду я сразу хочу для вас обозреть один момент с горем по плану но она проходит но на самом деле я не считал это за проход тест на макбук не пройден потому что не слишком высокие ножки потому что по-другому охлаждение не получалось твой зайти в дозойди в кадр москву зайди в кадр давай лишь немножко но и большие получается когда ты поднимаешь его ему некуда упираться а здесь он упирается на сам корпус получается машина ножки у него маленький большая площадь опоры все вали теперь я людям объясню правильно помимо нож и как ножик как сказал наш общий друг и знакомый кстати анбоксинг который вот этот человек делал вы можете посмотреть там ссылка внизу или где-то здесь выскать его тут или вот тут выскочит подсказка нажмите короче не суть так вот к чему я веду первое основное что я хочу на чем я хочу зациклить внимание это вес вот этот вот ноутбук он гораздо легче чем макбук пятнашка он 14 дюймов да или сколько вы сказали господа просто поймите меня правильно я как человек который делает обзор я должен знать все в вашем понимании но он приехал только что я увидел его пощупал пола пола посмотрел на что он способен тесты мы его будем делать чуть позже вы это видите одним роликом но теста мы сделаем чуть позже я просто хотел свои эмоции сразу высказать следующее что на чем я хочу зациклить внимание если сравнивать его с макбуком на данный момент то макбук full металл большая часть это металл здесь же здесь прослеживается пластик и все остальное еще нюанс о котором я обязательно хочу прям носить на которые хочу это тачпад что это за писюлька вы меня извините конечно что это такое это 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 тачпад понимаете тем самым дает ноутбук умеет еще и вот так когда масса делает вот такой тачпад он говорит чуваки берите мышку учет дебилы что ли это же не макбук это сюда в любом случае нужна мышка и не важно туда упали вы же не искали просто упадите пошли пошел ты лесом в общем тут есть единственное что главный прикол в тачпаде который есть это разблокировка по пальцу мы ее пока еще не настроили поэтому вот как-то так продолжая тему вообще великолепия ты обязательно составь подсъемку того что сейчас буду говорить великолепия клавиатуры она просто просто вместо своей механики дома я бы с удовольствием поставил бы вот эту маленькую вот ой блин какая она честно не совсем удобно мне в плане набора потому что я привык к своей раскладке а тут вот но щелчки и вот вот это вот тактильное ощущение это просто мне хочется плакать какой кайф ужас я забыл давно не играл как бы о чем на ходу не хилится так я профессионал просто как бы играл играл достаточно давно вы же должны понимать опытом все дела толкан сама еще мимо чего не могу пройти это экран это матовый ips с ультра тонкими рамками если кстати сравнивать с маком плане рамок плане рамок спокойно хозяин максис на меня посмотрю на дебилов чувак тут меньше рамки тут не знаю по поводу яркости но он реально херен вот скажи вот человек который больше меня его юзал сейчас это у меня еще будет время его пощупать полопать если вдруг что я исправлюсь если что не так сказал переснимем но мне реально хочется плакать подожди секундочку тут фуко правильно я понимаю да это фуко но подключая допустим тот же мак вот я наш товарищ сейчас сидел играл долгу 2 на этом ноуте подключил 2 к монитору и по моему вообще без влага без всего но он катал доку 2 типа просто в наглую исподнулся забрали урону на чёрсе если мне кажется батлу хоть подрубить будет не так уж весело хотя мы сейчас потестим словом вот так вот аккуратненько переходим железу здоровенький углы подожди война серьезная идет серьезная война и плохо всем ну и конечно же железо про него можно сказать следующее тут 8550 ю если я ошибаюсь да тут мх-150 16 гигов оперативы ну и конечно же мх-150 на 2 гига чтобы понимали этого будет достаточно с головой погонять в игры и посидеть каких каких-то приложениях монтирует братан пример про вообще 2 авторы все основных для автора хватит вот если человек задумался о покупке допустим ноута который будет непосредственно для таких задач автор нас ну просто тащим 8500 мне кажется его будет достаточно не то чтобы что касаемо батарейки вот то что меня могут могут многие спросить это я обязательно должен сказать мы уже примерно вот сколько вот мы его тестим но примерно ну короче рассказываю историю если вы не катаете в игры мы его долго мы устанавливали на него много всего разного смотрели там на серфе ли и на это все остальное до десяти часов он спокойно держит заряд без игр без всего как только вы подрываете игры тут гг тут просто гг тут начинается но это это до пол то есть вся система работает как печатная машинка если вы не играете в игры если вы подрубаете игру то там уже конечно же за видеокарта начинает работать по полной просто начинает подрубаться прям в полную там turbo boost и все остальное короче вы поняли предлагаю вам заценить тест да сейчас мы пойдем тестить его погнали не один единственный вопрос а вертолет сбивается это херня чего здесь треваясь короче что касаемо фпс достаточно неплохой фпс показала колда вы сейчас я увидели мне на самом деле вам понравилось единственное чё я не жду кода сверх фпс а во фортнайте сейчас кстати настройки вам покажу настройки у нас высокие просто высокие настройки сейчас посмотрим хватит ли таких настроек для фортнайта или же все-таки придется понизить но начинать шуметь он начинает там но это прогрузка окей давайте побегаем чуть-чуть 31 фпс серьезно are you seriously детки во фортнайте мои любимые так подождите снизили чит снизили подождите вот тут шестьдесят 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 фпс стабильный читер и не по мнению стоят парня у меня хп вообще мало увидим их бы откуда ты появился если без шуток данная игра но неплохо идет нам на данном ноутбук единственный нюанс который стоит отметить в момент когда ты загружаешься на карту и ожидаешь других игроков у тебя проседает фпс не знаю почему на средних среднем высоких настройках все достаточно неплохо идет это по уйди напомню катаклизм класс ну блин есть чуть-чуть про лаги но они принципе на всех бывают на любой сборочке бывает именно вот вот здесь в тесте инвокера так принципе падает до 20 ну до 30 ну в игре таких поэтому не бывает нереально где по 50 героев поэтому здесь все принципе отлично ну не знаю я вообще расцениваю ноутбуки отсюда мое мнение я вообще расцениваю ноутбуки как если и играть игры на них то только что-то типа киберспортивных таких как dota overwatch там не знаю или кс-го поэтому ну подобный игру можно фортнайт поиграть поиграть на опять же мнение мнение вообще не комфортно играть потому что клавиатура мне надо будет подключать внешнюю клавиатуру и все остальное не очень комфортно что касаемо звука в игре вот тут вот я никаких нареканий не могу искать охеренный звук мне очень нравится ссылка в описании круто получилось спасибо мсай я сломал текстуру я сломал ты часто залетаешь на шпиль на чей-то текстуры сломал что можете сказать по поводу данной игры а не смотри сколько раз сюда ходил в этот раз как-то не удалось что касаемо клавиатуры она сама очень охеренная вот прям кайфовая клавиатура но не для игр конкретно для меня я люблю чтоб раскладка была более-менее раз такая расширенная я привык не то что к механике привык к расположению кнопок у меня немного по-другому они располагаются в целом у меня все давайте будем играть в игры ничего не случилось можно пройти я такой ну нахер побежал я имеющийся маска пришла я боялся руку в карман сунуть пред них подумают еще что-то достают видеокарта конкретно нагружена почти 100 процентов 99 процентов 87 градусов и так можно можно сделать итог по ноутбуку с первое самое главное я вам хочу сразу отметить это ноутбук для работы который можно взять с собой в дорогу поиграть в игры сделать кучу всего разного просто понимаете дома я не вижу смысла держать такой ноутбук если вы человек который дома играет в игры ну камон это мое понимание сугубо мое личное дело типа я считаю то что станут стационарника ничего не бывает конкретно по этой модели он взять дорогу куда-нибудь в отеле если вы путешествуете по не не знаю паруси необъятной почему бы не взять почему бы не подрубить не поиграть и все остальное единственные нюансы которые которые нас зацепили конкретно это то что мы задроты доты той же к примеру или какой-нибудь другой игры мы не попадаем пароль по кнопкам потому что это дело привычки типа каждому свое конкретно по каким-то характеристикам да смысл их повторять 16 гигов оперативу пушка летает все замечательно какую примерку запустить помонтировать да можете спокойно типа для каких-то таких задач этот ноутбук идеален конкретно для игр но вы меня извините и массой в том числе но типа я за стационарника типа конечно если сравнивать с другими ноутбуками но типа ну камон вы понимаете можно взять вот такую бандуру огромную который неудобно будет собой таскать но она будет гораздо мощнее и дороже в раза в два за 200 чем-то тысяч почему нет а тут вот такой вот легкий с отличным экраном с великолепным звуком что немаловажно кстати спасибо и массой единственное что единственное что меня зацепило здесь чего-то не было я не могу вспомнить чего ethernet а вот реально если вы такой хардкорный геймер тут нет ethernet а вот сейчас мы плавно переходим к портам что у нас по портам а порты тут следующий на правой сторонке разложились два вместе из бишь ника куда мы в м сайском ноутбуке без картридера тем более картридера такого формата ну и конечно великий великий разъем я вот так называю вы сейчас сами поймете о чем я это на правой стороне что касаемо левой сторонке здесь у нас также расположился великий разъем помимо великого разъема есть питание hdmi ну и один джек для гарнитурки если вы хотите погонять поорать на тиммейтов засовывайте эту гарнитур очку дают там прям вообще орете крыщите общаетесь любите ненавидите потеритесь до рубрика для самых умных что я подразумеваю под великим разъемом вы видели великий разъем на экране отпишите обязательно в комментариях я был очень рад прочитать помимо заряда игр батареи вам наверное интересно сколько же он стоит стоит он порядка 100000 до 100000 где-то в районе 90 можно найти спокойно такой ноут для сравнения с маком сколько макс стоит 140 146 вот это вот пятнашка он он 14 14 дюймовый фукой без у тебя макс получается пятнашка 256 256 тут 513 здравствуйте штаб гигал нас гигалки против спасибо что скала 7 спал хорош какой темы 77 но короче не суть к чему я веду вот мак многие берут вот как наш оператор меня исправил говорить мак многие берут в том числе и для того чтобы спалку не париться насчет зарядки то есть вы зарядили пришли спокойно вот в серф режиме он спокойно может проработать до 6 часов как ты говорил 15 к 6 часов какая 13 к 10 вот данная модель она 14 дюймовая она спокойно может серф режиме проработать около ну 10 часов как мы сами проверили завязали в общем если не подрубать игры спокойно может 10 часов типа серф режим работа ответ на сообщение еще что-то вы спокойно можете 10 и вот самый главный плюс для меня во всяком случае вот почему я свое время взял эйр а я консерам этот ноут не станет вам что он в грозы мощнее в разы сильнее в разы лучше конкретно по характеристикам друзья извините ребята замысай просто мне более комфортно все равно на эре серфик интернет но если работать там или к примеру монтировать или там играть в игры то конечно же я все таки просто когда я подрубаю на эре какую-либо игру там 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 начинается какое-то землетрясение там система охлаждения начинает так работать что обсираюсь хрен с ним обсираются мне клавиатура начинает обогреваться а когда ты летом подрубаешь как вообще какой-то происходит ты подрубаешь как будто не знаю андронный коллайдер запустили в общем печали можно можно еще один вопрос я обычно как сказать я как сказать вам ты игрок сильный вообще сильный игрок очень просто как-то это наверное из за того что фпс фпс проседали до номер 15 я пережил просто пережил извините она болевшим заговорил так вот подытожить можно следующим серия престиж она была всегда вот где-то на уровне выше такая знаете чсвшная серия в линейке мысай ноутбуков и типа это круто возможно но опять же если вам нравится макбук стоит если фанат стиля макбука возможно стоит присмотреться вот к этому вот варианту если же нет то посмотрите на этот вариант обязательно если вот такой дикий фанат то конечно 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 макбук это круто макбук это круто но макбук он не позволит геймить то что вы хотите у меня на этом все подписывайтесь на канал не забывайте комментировать любите своих близких ценить их и не как бы закончить любите своих близких и не сейчас спасибо любите своих близких и не пропускать в чем разница так подпускать наших видео причем близкий ты дурак любите своих близких то есть нас и не пропускайте наши видео подписывайтесь на канал комментируйте счастливо болит красиво сказал чувак спасибо спасибо ты помогла черный канал короче замечательно у меня снова ноутбук спасибо